Так, ты включил микрофон? Может он U14 смотрел? А ты в стенке стоял когда-нибудь? Ну представляешь, в отаре вот такой шпунтик Согласен, да, поехали Микки Маус Друзья, здравствуйте Всем добрый день, вечер, утро Кто когда нас смотрит, кто его знает Но по-прежнему в этой студии Андрей Мурнин и Влад Будлянский Слушай, ты чувствуешь, мы уже начали Вот эту вот фишку А ты, я Как это, плохие парни, фильм Да, да, да Спасибо большое, что смотрите нас Это очень приятно Мы сегодня не будем подводить итоги нашего конкурса И два билета на матч Торпеда Фатил Дорит Потому что сегодня еще одна игра вечером Мы снимаем в обед, а вечером еще одна игра Краснодар-Ростов Но завтра мы сможем Мы скажем, мы прям Я в комментариях под вашими прогнозами В ютубе Напишу, кто был точнее всех Там пока сейчас ситуация непонятная И желательно, чтобы этот человек сразу откликнулся И чтобы мы как-то билеты Да, да, да Переслали с этим фан-иди туда-то Слали сюда-то В общем, билеты у нас есть Главное, чтобы мы вас нашли Поэтому следите за тем Какие оповещения вам будут приходить от ютуба Сегодня мы обсуждаем матчи 22-го тура И чтобы вам и нам было видно, что вообще Как всегда легко Да, как всегда легко У Андрея есть волшебная кнопка Андрей, жми! Мне кажется, скоро мы, Андрей, подготовим к медиа-лиге Это будет великий футболист и человек, который там еще медиа на себя очень сильно прокачивает Суббота, воскресенье и понедельник Это тур, в отличие от прошлого, на три дня растянут И мы с Андреем перед тем, как писать это видео Отметили, что тур интересный Много матчей, которые действительно непонятно как будут проходить И мы вам предлагаем поучаствовать в конкурсе прогнозов Как обычно, да Как обычно, предлагайте свои варианты И тот человек, который наберет наибольшее количество очков По старым нашим правилам Три за правильно угаданный счет Два за исход Мы подарим что-то с матча Торпеда Факел С автографами игроков Слушай, раз уж он у нас первый матч стоит Ты был когда-нибудь в Лужниках? Да, я был в Лужниках несколько раз Но неплохой стадион А футбол смотрел? Или цель какая? Я просто был в Лужниках только на медобследовании Знаешь, и футбол я никогда не смотрел И я вот думаю, может быть, поедем-съедем Посмотрим Тем более Факел играет Тем более Торпеда играет Тем более можно выбрать практически любое место на стадионе Я думаю, народу будет два Мы с тобой и еще человек три И полный фан-сектор А, подожди, еще двое выиграют Которые в конкурсе прогноза Рядом с нами будут сидеть Слушай, ну хорошая идея Потому что Торпеда Факел Матч, который, наверное, будет определять Для обеих команд очень много Поэтому Ну, давай Давай, съездим Давай, попробуем Посмотрим Мало ли что там он матчит В Москве-то много Ну, поедем мы на Торпеду Факел Да поехали, конечно Едем? Да Встречайте В Москве нас Так, ну, в общем, мы поедем На Торпеду Факел Суть по всему Да, если Андрей ни разу не был на стадионе Надо человека сводить Я там был даже ВИП-секторе Один раз Нет, на стадионе был Я же говорю, просто я не со стороны поля А с другой стороны Нет, я и на футболе был Несколько раз Там классно Ну, давайте съездим На Торпеду Факел Друзья, поэтому в Москве Встретимся с вами На этом матче Кто хочет, за две тысячи Можем с собой взять Шутка-шутка Нет, не можем Нет, нет Только за три Торпеда Факел Давай с этой игры тогда и начнем Торпеда принимает Факел Факел 35 лет не выигрывает у Торпеда У Торпеда 10 очков У Факела 17 И, наверное, для Торпеда Это последний шанс Зацепиться вообще В принципе, теоретически Даже за борьбу Вот за стыки Твои мысли, Андрей По этой игре Ну, судя по тому, что Торпеда Сделала перед Буквально неделю назад Уволив Одного тренера взяв другого Непонятно откуда И еще взяв помощников Тоже Я не понимаю, откуда они пришли Вот И Я думаю, для Торпеды Это однозначно Матч года Ну, то есть Если сейчас они выиграют у Факела То они хотя бы могут Каким-то там Теоретическим образом Четыре очка останется Четыре очка останется Потому что все-таки У них, по-моему, игра будет А, нет С кем еще игр У них нету больше Таких проходных игр По-моему Только сложные Вот И как бы им надо Здесь брать Три очка По-любому То есть Их даже ничья не устроит И Ввиду этого Я Думаю, что Факел сможет Поймать их На контратаке Вот Потому что Те будут хотеть забить А Факел Собственно говоря Как ты говоришь Почему Апаев играл В этом Я думаю Апаев будет играть Ну вот смотри Тренер Ты сказал о том Что пришел новый тренер Мы уже в прошлом Видео отмечали Что Сразу несколько футболистов Которые были в глубоком запасе И там Талалаев их Не рассматривал Как игроков основы Они сразу Вернулись И сразу в основу Это Самсонов Кожемякин Прошкин Ну Кожемякин Переместили на другую позицию Он играл Ну слушай Насколько я знаю Что перебить Самсонов играть не должен А у него что-то По здоровью Я не знаю Нет Он по-моему Просто не будет В составе играть Насколько я знаю Насколько я знаю То есть опять Что-то Не знаю Может быть Не устроил Тренера Его игра То есть Они как бы С Прошкиным Должны были добавить Я так понимаю Азарта Вот этого Вернувшись В основную команду Должны были добавить Вот это Как это сказать Я не знаю Ну Настроение Скажем так Вот Но я так понимаю У них это Ни хера не получилось И поэтому Самсонов опять Вернется В запас Ну Я считаю Есть сильнее футболиста Чем он На данный момент В игре Так Друзья Смотрите Вот Андрей Все вещи Которые он говорит Которые можно назвать Инсайдами Они потом подтверждаются Вот Начал он с того Что Брахими С Рыбьи Должны были выйти Брахими должен был Выйти с Химками На 20-30 минут Он вышел Потом Юрана Мы отправили В Нижний Новгород Он там оказался Ну к сожалению Блядь Из-за Из-за того Что видео вышло позже Да Это уже стало Константация Факт А еще Я помню Ты обещал В торпеды Высокого форварда Он появился Бразилец Вот этот Ты обмолвился Что они ждут форварда Это был еще При Талалайве Он пришел С пляжа Взяли Толсточка Ну здорово Здорово Пусть там Отдыхает Смотри Я что хотел Вот по торпедам Жозеп Клотет Да Тренер Насколько он Вовлечен вообще В чемпионат России Насколько хорошо Он знает Тот же факел Как ты думаешь Вот что Ему Я думаю Он нихера не знает Ну потому что Я говорю Я так Общаюсь с футболистами И Там Проходит информация Что он там Говорит про факел Что они выходят Низом Через опорных Полузащитников И играют Ты что Блядь смотришь Ну где Ну одна игра Только Сочи Сочи Ну Либо такой вариант Игры До того Как он возглавил Команду Торпеда Он не смотрел И посмотрел Только игру Сочи Но с химками Точно через опорников Не выходили Ни с химками Ни с СССР Не до этого Всю часть Осеннюю Ну посмотрим Что покажет Жозеп Клотет Мне кажется Тут важно Еще отметить Что в принципе Сами игроки Могут без тренера Настроиться На этот матч Потому что Они понимают Что это соперник С которым можно играть Соперник Который хорошо знаком Соперник Из футболе Национальной лиги И факел Ну плохо играет С торпеды Вот исторически Плохо играть с торпедой Я уже говорил Что 35 лет Не могут победить И был матч В прошлом чемпионате Футбольной национальной лиги Когда факел Еще в малых лужниках Это пенальти поставили Выигрывали Выигрывали 2-0 2-0 выигрывали Там не было пенальти Насколько я помню Там его поставили Или вне игры Вне игры Вне игры Сулейманов Еще играл Тогда за торпеду Насколько я помню И вот он забил Этот гол Холмыков Нет Сулейманов Что ты думаешь По составу Ты знаешь Вот Ты говоришь Про команды Про то что Футболисты Могут там Сами Решить Ты знаешь Вот вчера смотрел Очередную Классика Сумасшедшая игра Да Я поклонник Барселоны В этом Противостоянии Сочувствую В путь регионов Вот И К чему я говорю К тому что Смотри Все говорят Вот маги Анчелоти И так далее Ну вот По мне кажется Его суперсила Это не вмешиваться В то что И без тебя Работает Понимаешь Вот Ну понятно Что он ставит Какую-то игру И так далее Но блин Мне кажется Его главная черта Вот не вмешиваться И если команда прет А она практически Всегда прет Ты просто стоишь Что-то наблюдаешь Бровки и все Это ты сейчас Применительно к торпедо Или факел Я применительно К торпедо Я не знаю Есть у этого тренера Испанца Такая суперсила Или нет Вот Я знаю Что есть у Юрана Допустим Нет хорошо А когда торпедо В этом сезон Не перло А они вот Как с самого начала Чемпионата у них Не пошло Так они вот Притыл Нет я не говорю Что у торпедо Прет или не прет Я говорю просто Про Чтобы отпустить Игроков Сами играют В общем Про тренеров Играйте как хотите Играйте как хотите И если поперло Ты их не трогаешь Следующая игра прет И следующая игра прет И ты их просто Не трогаешь Просто делаешь Какие-то упражнения И все Что ты думаешь По факелу Что тут будет По составу И по тактике Нужно ли факелу Стараться навязать Свою игру Или лучше играть От обороны Как вот здесь Лучше поступить Все будет очевидно Потому что факел В принципе В принципе Устроит ничья В принципе Устроит ничья Поэтому я думаю Факел будет играть От обороны Два опорника, три центральных, два латераля. По ним вопрос, наверное, самый главный вопрос Роби или Магань. Брахимий или Магань. Потому что я уверен, что после этой игры, какую сыграл Акбашев, он должен играть в составе. После этой игры Альшин должен играть в составе. Ну и может быть вопрос еще Апаев или Гангад. Так, а вот смотри, если мы лужники, там, перестелили газон, там, хороший газон. Сейчас, извини. Просто я не верю. Я тебе сколько раз говорил про зачем два опорника. И я не верю, что, к примеру, Пятибратов решится на то, чтобы сыграть в одного опорника Кикискири и сыграть Роби и Магваш. Вот я тебе про это и хотел сейчас вопрос задать. То есть, хороший газон. Ты можешь, в принципе, сделать то, что ожидает от тебя тренер соперников. Играть низом, выходить через опорников, выходить через Ираклия и Роби, там, вот, как человек, который будет атаку разгонять. Ну, понятно. Я имею в виду, что Ираклий будет опорником, а Роби больше будет отвечать за начало атаки. И Акбашев, он может играть даже как третий форвард, да, там, в тройке с Апаевым, там, Марковым, неважно, Гангадзе, там, варианты есть. Что ты на этот счет думаешь? Будет ли Пятибратов таким образом ставить? Ну, я думаю, что главное у него сейчас в голове будет это сохранить свои ворота в неприкосновенности. То есть, большая часть ей работы в этом дельном цикле у них будет основана на оборону. Потому что, я же говорю, в принципе, ничья-то устраивает. Ну, относительно, но устраивает. Потому что, ну, навряд ли Химки выигрывает УЦСКА. Что-то фантастическое. Поэтому больше будет обороны, чем атака. Ну, а если мы будем говорить о том, что Факел сыграет так же, как... Хочешь мой состав Факел? Нет, не хочу. Сыграет ли Факел так же, как со Спартаком? То есть, вот, один Апай впереди, Брахими рядом с ним, там, в случае... Не-не-не-не-не. Спартак переходит большим количеством, понимаешь? Тут не будет смысла. Здесь торпеды, они не пойдут просто. Ты думаешь, вот, это может быть игра, где никто не захочет быть с мячом? Да, я думаю, я же говорю, как это было здесь с Химками. Дали мяч, откатились, откатились, стоим на своей половине, ждем на случай, если вдруг команда ошибется. Чтобы не давать свободных зон, чтобы никто не бежал. И так же в обратном случае. Да, у торпеды есть кому бежать, там, Караев очень быстрый парень и там... Ну, Караев не очень, вот, Турищев, тот бежит. Как слепая лошадь, тот бежит точно. Что с Кухарчуком? Почему он толком-то и не заиграл? Слушай, вот если поедем, спросим? Спросим, да. Кстати, будет интересно, обязательно постараемся пообщаться с футболистами. Ну и снимем контент. Обязательно. Поэтому следите за нашими обновлениями. Там еще очень много пересечений. Торпеда, Факел, то есть есть игроки, которые играли там. Там Лебеденко играл в Факеле, Шляков играл, в первом матче вообще играл за Факел против Торпеды, да? Ты вот тоже такая история интересная. Не, вообще интересная, я говорю, игра будет очень интересная. Нет, я думаю, может быть, с точки зрения футбола она не будет интересной. С точки зрения интриги. С точки зрения интриги, с точки зрения результата, который нужен сейчас. И с точки зрения антуража, потому что в огромных Лужниках будет очень, я думаю, такой забитый до отказа сектор болельщиков Факел. Потому что четыре автобуса уже организовано. Я думаю, больше того, скажу тебе, болельщиков Факела будет больше, чем болельщиков Торпеды. Ну, я в этом вообще практически не сомневаюсь, потому что даже на матче с ЦСКА в августе прошлого года было слышно болельщиков Факела. Нет, 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 нет. Болельщики Факела, могу сказать только одно, продолжайте в том же духе и поддерживать команду в каком бы дивизионе или в какой бы ситуации она не была. Приходите, поддерживайте. Это кайф. Твой прогноз на этот матч, давай прям счет. Что будет по счету? Писать, наверное, не будем сегодня. Не будем сегодня писать. Ну, я думаю, либо 1-1, либо 1-2. К сожалению, я думаю, что Торпеда. Не сможет. Да все, там нет Алалаева, ты можешь их... Не, не, я думаю, не сможет выиграть просто. Я не вижу, за счет чего они могут выиграть. А почему, к сожалению? К сожалению, для интриги. А, к сожалению, для интриги. Но посмотрим. Я вообще ставлю на 0-1 в пользу Факела. Я думаю, что Рома Акбашев забьет, потому что у него есть вот такая вот черта забивать тогда, когда нужно. Вот он тогда Балтики забил, и здесь у него не получилось в матче с ЦСКА, но вышел он здорово. Вышел он здорово, поэтому я вот жду от него и жду в стартом составе. Мне кажется, что это должен быть быстрый Факел. Я жду Гангадзе, Апаева, Акбашева, чтобы они бежали. И быстрые фланги, вот там можно, да, Альшин, понятно, Магали или Брахими. Я думаю, Брахими его можно во втором тайме, потому что уже поднаевшийся, и Брахими там может быть со своим... А может, в том времени, представляешь, если не надо быть уже? Ну, кстати, Брахими может и справа, и слева сыграть, но я думаю, что... Не, не, я не думаю, что Альшин поменяет, потому что после этой игры он выглядел классно. Да, Альшин выглядел классно, но и Магали, давай скажем, что вот за два матча он все-таки заслужил выйти в основе. Давай поставим его вместо Чарова, а Брахими поставим. Но не будет он играть это, я так угораю. Он не поставит его третьим защитником, у него нет навыков просто. Там нету, в принципе, центральных защитников у Факела, поэтому... Ну, будет интересно, посмотрим. Мы с Андреем едем в Москву, друзья, мы едем в Москву, и обязательно на эту игру сходим, либо на трибуну, либо в зону прессы, посмотрим. Ну, как получится, какие QR-коды придут к нам. QR-коды, не вспоминая, а то сейчас что-нибудь опять... Не, ну реально, надо проверить, может уже нас дали аккредитацию. Ахмат-Урал, следующий матч, и здесь... Я бы даже объединил, знаешь, вот эти вот два матча, Ахмат-Урал и Спартак-Динамо. Объединил в чем, я поясню. Ахмат-Урал, два крепких середняка, как мы уже говорили. Урал, тем более, сейчас опять вернулся на победную тропу. В кубке. Ну, неважно, они выиграли, и следующая игра, то есть, я не думаю, что там есть какое-то прям сумасшедшее разделение на театре Куба или чемпионат. Вот, Ахмат, крепкая команда, идёт там до шестой, по-моему, они до седьмой. Вот, и вот эта вот игра, и, собственно говоря, следующая игра Спартак-Динамо, два неудачника-кубка, вот, тоже будет по не плюс-минус рядом. Ну, смотри, вот, всё-таки я бы их разделил, потому что, если мы берём Ахмат и Урал, там командам особо ничего не нужно. Если кто-то здесь выиграет или проиграет, они себя в турнирной таблице там сильно не потеряют. Ну, это деньги... Премиальные. Ну, премиальные, потому что... Я думаю, что Урал очень здорово заработал денег сейчас в Кубке. Я думаю, поэтому именно и Роналдо поехал в Саудско-Аре. Деньги-то. Ну, действительно. Всё-таки Урал, да, выиграл там у Спартака и вышел в финал пути РПЛ. Я, честно... Но Спартак не вылетел. Нихера не понимаю. Я, в общем, всё понял. Я всё понял там... Про Кубок просто не знаю. Я про Кубок понял. Просто не знаю, кто куда вылетает. Я вот сейчас только разобрался с Кубком. Я сейчас узнал, что есть два финала? Да, смотри. Ахмат-Урал. Мне всё-таки кажется, что здесь не так сильно мотивированная команда с точки зрения борьбы за какие-то места в турнирной таблице. Если выиграет Ахмат, Урал скажет, ну, окей, хорошо. Тем более, там, Гончаренко по-прежнему дисквалифицирован. Урал сыграет мячу. Я здесь ставлю на какой-то, знаешь, такой тягучий, очень тяжёлый матч. Потому что Ахмата очень много сил осталось со Спартаком. Урал оставил много сил со Спартаком. И какая-то игра будет максимально скучная. Мне кажется, здесь будет 1-1. Что-то там вот в таком формате очень и очень немного забитых мячей. Ты знаешь, когда в одном матче как бы везёт, а матч с Спартаком Ахматом в большинстве... Ну, мастерство вратаря и везло, да? Когда-то оно вернётся. Возможно, вернётся в этой игре. Поэтому я поставлю на победу Уралу. Ну, а Уралу со Спартаком не везло в кубке. Другой чемпионат. Ну, понятно. Но всё равно Урал два раза плюнул там из-за предела в штрафной. И забил какие-то... Оба автора забитых мячей. И Сисако, и... Сисако, в общем, прекрасно. И Сангатулин. Они вообще впервые в карьере там... Сисако забивал последний раз. Он напорник, поэтому... Он забивал там последний раз в 15-м году. В детской школе, да? Да. Причём у него сейчас Рамадан. Он там не ест. Он перед игрой воды только попил. Ну, вообще как бы... Нет, ну, Сочи остаётся Сочи. Как бы я думаю, что победа Урала 1-0, либо 1-1. Ну, хорошо. Я тоже думаю, что здесь будет такая очень вязкая игра. Спартак-Динамо, понимаешь? Вот Спартак-Динамо всё-таки это вывеска. Это старейшие дерби страны. И это две-два таких раненых зверя. Потому что Спартак очень много атакует, очень много создаёт, что-то бьёт, пытается. Но никак не может выиграть уже, я не знаю, пятый или шестой матч подряд. Когда Динамо проигрывает Акрону, если Спартак проиграл Уралу в кубке, это ещё можно как-то объяснить. Урал всё-таки команда премьер-лиги. Динамо проигрывает Акрону. И, ну, уже Йоканович там где-то ищет. Да, я не думаю, что что-то ищет. Он до конца сезона по-любому заработает. Но кто... Хотя сейчас кто-то говорит, что Черчесов, что-то Черчесов. Ну, я слышал, что Черчесов. Нет, в конце года, в начале следующего, чтобы он взял команду, подготовил, возможно. Но сейчас я не думаю, что Черчесов... А знаешь, для чего сейчас Черчесов может быть нужен? Для того, чтобы посмотреть на игроков в деле. И потом уже... Ты думаешь, он не следит за чемпионатом России? Ну, я думаю, что всё равно, когда ты смотришь на тренировках, там у тебя есть... Что ты думаешь по Спартаку Динамо? Я думаю, что тут всё-таки должно когда-то Спартак прорвать, и по игре они смотрятся... Ну, ещё плюс, видишь, мне кажется, здесь, кроме Динамо, точнее, невезучее Динамо, только, блядь, крылья Советов. Там уж Динамо, ну, они играли в Сочи, сколько ударов нанесли, устроились. Сейчас пенальти били, да, я понимаю, это мастерство, но и лотерея тоже самое. Три не забили, Фомин опять не забил. Это уже третий пенальти, который он не забивает. Ну, а Спартак, ты хочешь сказать, что им это слишком прёт, что ли? Спартак... С Эренбургом тоже у Николсона много моментов было с Уралом. Ну, подожди, там в целом-то игра плохо была у Спартака. Плохо. Только последние 20 минут, 15, когда Николсон мог забить своим пластелиновым галиком. Но, я думаю, Спартак выиграет. Я думаю, Спартак выиграет, ну, может быть, 2-0. Потому что главная проблема Динамо сейчас в обороне. То есть, в атаку-то они вроде ничего играют. А у Спартака атака вообще, я думаю, может быть, одна из лучших. Ну, даже без... Даже без Промисса. Ну, там есть Зиньковский, который, в принципе, по наполняемости своей такой же. Но Зиньковский не играет, понимаешь? Зиньковский не играет. Зиньковский не играет. Он даже не играет по настроению. Он не играет даже в Кубке, когда нет Соболева и Николсона. То есть, очень мало опций у Абаскаля. Я думаю, он не играет из-за того, что он совсем-совсем не... То есть, у него либо игра, либо нет. А я знаешь, почему не играет Зиньковский? Потому что он нужен под подачей. А если нет Соболева, то и нет Зиньковского. Вот они все-таки должны как-то в паре быть. Они и в крыльях Советов там в свое время играли. Мне кажется, что здесь вот если выйдет Соболев, а он выйдет, потому что в Кубке он до сих пор дисквалифицирован, он может выйти, и могут возникнуть проблемы у Динамо. Поэтому посмотрим. Динамо все-таки, кажется... Знаешь, то, что они Акрону проиграли по пенальти, но все равно какая-то команда... Да, там было очень много моментов. Акрон с ленточки выносил, бился, боролся и так далее. Вот за эти 350 тысяч премиальных все понятно. Да дело даже не понятно, что не в деньгах. Ты обыграл Динамо, понимаешь? Да, деньги как приятный бонус. Но в любом случае, то есть не выглядело так, что Динамо там просто укатало Акрон, и вот Акрон просто выпал с каким-то чудом. У нас сейчас не тот чемпионат. Не настолько, скажем, разница видна между Первой лигой и Премьер-лигой сейчас. Потому что, ну, скажем так, как сказать... Ну, во-первых, уровень футбола Первой лиги подрос, а Премьер-лиги, к сожалению, в принятии решений упал. Ну, потому что уехали сильные легионеры. Уехали легионеры и так далее. Но даже, там, я скажу, не в этом дело. И правильно сказал Калешин на пресс-конференции после игры. Он сказал, да, мы выиграли, да, но, блин, это кубок, вы поймите. И на одну игру мы вот так вот можем настроиться, чтобы обыграть Динамо. Но если брать на дальнее расстояние, то, он говорит, они бы нас обыграли. То есть, он адекватно оценил. Поэтому Динамо, я думаю, не сможет собраться и устроиться. Следующая игра там, где команды не ждут смены тренера. Да, Сочи-Крыльесоветов. Крыльесоветов, вот ты сказал про Динамо, что им там не везет. Но Крыльесоветов вообще... Это просто катастрофа. Просто какая-то катастрофа. Вчера весь матч с ССК, они... Ну, вот не весь второй тайм они атаковали. Большинство они атаковали, атаковали. Да, очень много моментов были. Что-то били Писарский, там, Цыпченко. А потом небольшой рикошет. И вот, ты представляешь, 93-я минута они там готовят уже Фролова, чтобы он вышел на замену. Фролов это вратарь, он должен был выйти на серию пенальти. И на 93-й минуте подача с фланга. Рикошет от одного защитника. Ну, доставка мяча в штрафную. Да, доставка мяча в штрафную. Да, он просто ударил вдоль ворот куда-нибудь туда. И первый рикошет. Рикошет и второй. И второй рикошет, и Бэйл, который до этого там тоже привозил пенальти, забивает свои ворота. Ну, что вот тут Бэйл. Ну, это удар. Я, тем более того, хочу сказать, что, допустим, молодые команды, крылья советов, молодая команда, они могут не оправиться от этого. Просто, как вначале мы, помнишь, сказали, что, я говорю, если сейчас крылья посып... Точнее, ты говорил, если крылья сейчас начнут проигрывать... Задрожат. Да, задрожат. А они, по факту, проигрывают, играя хорошо. Они играют очень здорово. И я тебе говорю, наряду с Оренбургом, наверное, это ровная команда по игре в атаке. То есть, они все время атакуют хорошо, просто не забивают. Не знаю, что за херня, может, им в церковь сходить надо, там, все вместе. Ну, что-то надо сделать, потому что нельзя так хорошо играть, и каждую игру проиграют. Ну, вот, опять же, вопрос, смотри, вот, у них до этого был Пеняев и Глушенков, которые в каких-то моментах, когда они шло, они там за счет индивидуальных... Пеняев не забивной. Ну, понятно, они за счет индивидуальных действий там как-то обостряли, и тот же Глушенков там какие-то мячи заталкивал. То есть, он что-то в этом отношении делал. И в первом круге у Крыльев-Советов были тоже такие матчи. Вот, например, я был на игре с Локомотивом, там было 500 моментов. И они в итоге сыграли в ничью, насколько я помню. То есть, там 500 моментов они не могли забить. У них эта проблема продолжается, только сейчас эта проблема еще обостряется тем, что они в таблице, довольно близко к зоне стыков. И теперь надо смотреть на это. Писарский не забивает, Цыпченко вышел, там забил один гол. Я тоже об этом подумал. Вот он такой человек, которому важно все, и вот Сычевой забивал, Писарский не забивает. Он медиа такой чувачок, любит быть... Да он играет неплохо, Андрей. Он играет и неплохо. И вчера с ЦСКА он тоже неплохо играл. Слушай, Бензима тоже не забивает, там иногда и по 7 матчей. И Роналдука, и Месси тоже самое. И он, возможно, сейчас у него этот период, что он не забивает. Вопрос, почему, я говорю, почему так не везет Крыльям, потому что... Ладно бы только Писарский не забивал, тогда вопрос к Писарскому. Они забивают все, то есть вся команда, имея много моментов. Ну, Бэйл забивают. Не знаю. Хорошая шутка. Бэйл. Влад Будлянский, сматер. В Воронеже. В Сочи. Вот они выиграли у Динамо. Что они сейчас будут делать? Дома будут играть? Мне кажется, что Бердыев отдаст мяч Крылья Советову. Пожалуйста, ребят, давайте. Ничего не поменяется. Как они в десятером играли против Динамо, так же сейчас они будут играть в 11 человек против Динамо. И ждать момента, когда убежит Милкадзе, который возвращается после дисквалификации. Джорджи, Бурмистров. Ну, есть играть. Нет, там есть кому играть в Сочи-то вообще. Ну, и смотри, там же очень плохое поле в Сочи. Для Крыльев Советов это проблема. Однозначно. Они играют низом. Да, они играют низом. И вот что будет обращать очень-то на игру? Плюс, смотри, в Сочи стандарты, ввиду того, что у Сочи очень такая достаточно нуждительная сила. Ну, понятно, Набо, там, Лакушич. Нет, я имею, Набо подает, я имею силу, которая бежит забивать. То есть, их много. Люганов. Ну, да, такие. Машиняки, машиняки. Здорово. Макарчук, кстати, очень хорошая у него подача. Мы все время говорим Набо, а Макарчук-то тоже в порядке. Ну, Макарчук, честно, я вообще думал, что он уйдет этой зимой, блин, Спартак или Пуденц. Хорошо играть. Твой счет, твой прогноз на эту встречу. 1-0. Пользу Сочи. Я поставлю на крылья советов. Мне кажется, что, ну, должен, как и в случае со Спартаком, наступить тот момент, когда палички просто прорвёт. Должны просто... Ну, видишь, Сочи просто уже получал 4 вот недавно, понимаешь, от Оренбурга. Я не думаю, что крылья прорвёт на Сочи. Ну, посмотрим. Посмотрим всё-таки. Я за то, чтобы, знаешь, качество игры переходило в результат. Чтобы потом команды... У нас мало команд в чемпионате, которые играют в хороший футбол. Если они будут, опять же, думать о том, что мы играем в хороший футбол, но не добиваемся результата, давай упрощать, давай грузить туда, куда-то в штрафную и заталкивать каким-то образом мячи, это будет для нашего чемпионата не очень здорово. Поэтому я вот за такие команды всегда переживаю. За Оренбург, за Крылья Советов, за Спартак, которые стараются играть в футбол. Это всегда... В красивый футбол. Да, в красивый футбол. Комбинационный. Как, например, играют в красивый комбинационный футбол подмосковный самобытный клуб «Хинки». Ну, по крайней мере, они играли... Блин, может, они на тренировках и играют? При прошлом тренере они так играли. Гогниев сегодня огромное интервью, там очень много... Я не считал ничего. Очень много «если бы», «если бы то», «если бы это», «если бы так», «если бы не так». Да ладно, вот он серьезно, он говорил «если, если». Блин, ну ты собрал команду под себя. Ну, какие «если» могут. Ну, там какие-то нюансы ему мешали. Что ты хотел, блядь? Ты Роналдо, чтобы сюда перешел? И самое главное, не помог, блядь. Роналдо. Никто не помог. Или Роналдо. Ну, если того, взяли бы, может быть. Мне кажется, в любом случае лучше, чем «Саду». Давай объединим тоже, опять же, две игры. Да, тут там аутсайдеры и команды, которые так... Краснодар на ходу? Да. Но они играют сегодня, Краснодар. У них всего два дня будет на восстановлении. Я думаю, сегодня будет. Но у них достаточно квалифицированных футболистов 25. Так подожди, они сегодня с Ростовом играют. И что? Как мы выяснили, что никто никуда не вылетает нахер. Ну, понятно. Нет, вот они как раз вылетают. Здесь вылетают? Да, они уже вот здесь вылетают. То есть, видишь, я еще раз объезжаю в том, что я ни хера не понимаю в кубке. Но не суть. Я думаю, Краснодар будет играть сегодня другим составом. В любом случае, у Ростова просто нет другого состава, поэтому они играют всегда одним. Ну, хорошо. Ты думаешь, что Краснодар с пари НН, несмотря на то, что туда пришел Юран, не испытает никаких проблем? Ну, ты сейчас вспомнил про Юрана еще. Ну, да, там Юран как бы... Его еще называют антикризисным тренером. Да, он интересный тренерский штаб собрал. У него тренерский штаб. Он взял Ананка. Он взял Хазова. Ну, как взял? Хазов. В Нижнем живет. Хазова. А Хазов играл за Волгу, да? Я помню. И за Динамо играл за Волгу. И за Шиннику. Я говорю, по-моему, если я называю... Ну, в общем, кто был в Соборде? Юран, его Хазова тренировал еще в Шиннике. Когда Шиннике играл Хазов. Ну, я Хазов помню. А Ананка это тот, который в Спартаке. В Спартаке, да. И по физподготовке, который был на схеме, Гуреев. Ну, а как тебе Гуреев как тренер по физподготовке? Ты знаешь, хороший тренер в стихи пишет, читает в команде стихи. Во время самых жестких нагрузок? Нет, перед сезоном. Знаешь, вот у нас была предсезонная подготовка. И мы готовились, готовились. И там сколько там? Как раз карантин был. И мы были на базе в Раменском, по-моему, в месяц, если не ошибаюсь. Безвылазно. И вот после месяца он там что-то написал в стихи. Не, ну, как бы как тренер хороший, достаточно много... Ну, тренер по физподготовке кто? Это кто, это разминка. И достаточно много у него разминочных упражнений, классно. Поэтому, хороший тренер. Я от тебя пожелаю, наверное, удачи Юрану Сергею Николаевичу. Потому что, ну, понимаешь... А какая ему удача? Смотри, он... Подожди, с июня месяца он, мне кажется, во всех командах. Если кто-то проиграл... Так, сейчас тренера на Юран поменяют. Сейчас еще кто-то проиграл. Ну, наконец-то нашел, да. Да, наконец-то нашел, пускай он поработал. Ты не веришь в то, что Юран вот сейчас на этом эмоциональном подъеме навяжет борьбу Краснодара? Не думаю. И ЦСКА и Краснодар легко выиграют. ЦСКА точно легко, опять же, если... Ну, ЦСКА-то не подвыдохлись они, они говорили о том, что после матча с Факелом у них очень... Такие, ну, очень тяжело им было, вот, там, тяжелое поле, Акинфеев пропускал. Они тут с крыльями советов прям набегались, очень здорово. Через два на третий опять играют... Ну, проблема-то не в ЦСКА, проблема, блядь, в Химках. Ты думаешь, что Химки, вот, ну, вообще... Я думаю, да, ну, 0-6. Да не поменяет он, вот, в такой короткий срок. Он же не поменяет всех футболистов. Ну, кого-то может поменять, например, Митрюшкин поставить в воротах. Да там какая разница, если он... Хорошо. Шпартак Артурович говорит, что Лантратов, блядь, слабже, чем... Гудиев. Гудиев. Ну, ну, ты чё. Знаешь, обидно за тех парней, которые пришли под... Гогнева? Вообще, это... Кобисов и... Бута Магомедов, да, вот, которые там... Да нет, кстати, Магомедов как раз молодец. Он мне нравится, единственный в Химках, который хотя бы какой-то конструктив пытается создать. Счёт этих встреч, ЦСКА и Краснодар. Объединяем, 2-0. 2-0 и там и там. Да. И... ЦСКА может больше. И Непаринен не забьют. ЦСКА может больше. Там, скорее всего, Караскаль все-таки выйдет, потихонечку его так перевоспитывают, он в состав возвращается. Локомотив-Зенит тоже такая вывеска, наверное, под стать вывеске Спартак-Динамо, один из самых ярких матчей этого тура. Локомотив сейчас выглядит по игре, ну, если не лучше всех, то... Ну, наверное, всё-таки... Один из лучших. Один из лучших, причём Локомотива, это игра, если мы там говорим про крылья Совета Оренбург, то эта игра ещё и даёт результат. То есть, они эту игру в результат... Ну, у них есть человек, который подставляет ногу в конце, голову, там, неважно. Он может много чего подставить, если посмотреть видео с ним. О-о-о, там есть что подставлять, типа того, да? Ну, говорят, да. Говорят, ты смотрел. Никто не смотрел. Говорят. Мне просто прислали, я не знал, что это за игра. Я не знал, я открыл, думал, о-о-о, нихера, и до конца досмотрел. Но суть не в этом. Смотри, во-первых... Локомотив-Зенит. Что думаешь? Во-первых, Дюба. Да? Да. Дюба уже там половине, скажем так... Передал привет. Футбольного сообщества всё доказал. Вторая половина футбольного сообщества, это и есть Зенит. Зенит, которому есть что-то доказать. Я бы даже, знаешь, как анонсировал, там, условно, Пеняев, Глушенков, Дюба, Сергеев, Сергеев, Малком, Клоудин Сергеев. Вот так. Вот это атака, атака, знаешь? Будет прикольно понаблюдать. Плюс есть ещё здесь рабочая лошадка Кузяев, здесь Миранчун. Ну, там Бариус ещё есть. Бариус он... Бариус очень сильно. Хорошо, ББ. Баринов, Бариус. Да, да, вот я тоже согласен. Тоже. Ландратов против Киржакова. Да, Ландратов, я думаю, это, возможно, даже будущее нашей сборной. Ну, смотри, вот Локомотив-то, у них очень такая интересная ситуация в защите. У них там и Погостнов выходил. Ну, молодёжь играет. То есть очень сильно... Карпукас. Карпукас. Ну, это он опорный полузащитник, а вот в центре обороны у них там вот этот... Макеев. Макеев, да, плюс пришёл парень из Бенфики. То есть у них защита не идеальна. Понятно, что парень, наверное, ничего сделать не смогли. Но Зенит-то там есть исполнители. Там есть кому искать вот эти вот бреши в обороне. Есть однозначно. Нет, я вообще здесь... Я думаю, здесь результативное. Вообще ничего будет там типа 2-2, знаешь. То есть Зенит сейчас тоже не лучшее время проводит в игре в обороне. И я думаю, блин, будет, во-первых, голевая интересная игра. То есть Локомотив будет на том кураже, который он сейчас поймал, идти. А Зениту, собственно говоря, надо этот кураж, скажем так, чтобы интриги за чемпионство не было. И Зениту надо выигрывать. Но Зенит на выезде играет не так хорошо, как дома. Поэтому у Локомотива есть хорошие шансы. Я в этой игре поставлю на Локомотив по многим причинам. Во-первых, Локомотив сейчас вообще, в принципе, на дистанции выглядит солиднее. Во-вторых, у них Дюба. И Дюба, я просто на процентов 90 уверен в том, что он там из кожи вон будет лезть, чтобы доказать и будет передавать приветы Сергею Богдановичу. Там в том числе и забив гол. Для него это вот прям хлеб. Он должен в таких матчах себя проявлять. Но и плюс Зенит не выглядит безгрешным в обороне. То есть, там есть проблемы и там есть за что цепляться. Ты поставишь вот на победу Локомотива. Я поставлю на ничью, на результативную 2-2. Но я хочу, чтобы Локомотив в эту часть сезона прошел без поражений. Но я думаю, что Зенит не проиграет вторую игру подряд. Они проиграли ЦСКА. Я думаю, что два поражения подряд для Зенита это много. Я думаю, что тут будет ничья результативная. Может быть не 2-2, может быть где-то 1-1. Потому что команды все-таки будут бороться за результат. Не подряд же. Они же выиграли у кого-то 2-0. Сергей Загилов. ЦСКА проиграли. ЦСКА проиграли, потом выиграли еще. Две подряд в Москве. Две подряд в Москве. Потому что выиграли они у Урала. Это все-таки домашняя игра. Две выездных. Давай вот такую ремарку сделаем. Я не верю в то, что Зенит проиграет две подряд в выездных встреч. Заключительная игра этого тура. Оренбург против Ростова. Ростов, накатавшись в Краснодар, потом поедет еще в Оренбург. Все говорят о том, что Ростов очень сложно ему передвигаться. Но у них будет день в запасе. И приедет на это поле в Оренбурге, на котором никто не может играть так, как Оренбург. Что думаешь? Большая потеря, играя именно против этой команды у Ростова. Большая потеря Глебов. Да, у него дискульпикация. Почему большая потеря? Потому что просто некому выйти. Почему? Потому что в Оренбурге... Даже не поэтому. Потому что в Оренбурге просто очень сильная вот эта вот Мансилия, Вера, кто там еще. Вот эти вот быстроноги. Ну, сейчас и Ковалев там начал играть вообще в футбол. Ну, он вроде крайний же. Я имею в виду в центре вот эти вот крутят-вертят. Которые крутят-вертят. Мансилия, Вера. Вот они, конечно, очень качественно играют. И быстро играют. Особенно в Оренбурге. Особенно в Оренбурге, да. И потеря Глебова будет колоссальной. Это раз. И второе, то, что ты озвучил уже, что в Ростове просто некому играть. Ну, в смысле, я имею в виду. Есть молодежь. Там, типа... Шанталия. Ну, Лангович вот тоже забил сейчас. Но он по факту... Сколько ему лет? Вот ты меня даже не спросишь, кто такой Шанталия и откуда я его знаю. Я вообще не знаю, кто это. А это игрок молодежного состава Ростова. Он приезжал сюда, играл здесь против молодежки. Факела. Я обратил на него внимание. Неплохой такой парень. Шанталия. И фамилия у него интересная. Ну, я не думаю, что... У Ростова нет запаса. Да. У Ростова нет скамейки. Не запаса, а нет скамейки. Просто длины скамейки вообще... Запаса прочности. Ну, запас прочности может быть и без скамейки. Но длины скамейки нет. Понимаешь, нет футболистов, которые... Ну, он ползан не опустит сюда играть. Правильно? Нужны люди, которые... А может, Осипенко поднимет? Велёхин? Мобильность нужна, понимаешь? Мобильность. А Осипенко не мобильный. Ну, да, кстати. Вот Глебов, он же такой опорный полузащитник ещё довольно лёгкий. Да, резкость, мобильность. Я же тебе говорю. А здесь Осипенко, да, классно. Да, где-то может прочитать. Ну, блин. Вот эти, представляешь? Вот Манси и Ливер, что там делать будут? Либо это будет минут 15 второе удаление. Ну, в смысле, не второе, а удаление. Я ещё подумал сейчас о том, что, скорее всего, будет по-другому играть Карпин. Ну, потому что Глебов часто опускался вот между двух центральных защитников, и через него начинался атака. Вот эти розыгрыши с Писековым. Сейчас Глебова нет, и, возможно, просто будут длинными передачами туда на Камличенко. Второй мяч, подбор. Я думаю, Карпин посмотрит эти игры и просто не будет играть так, вот как они играли игры. Я имею в виду, разыграли мяч, как играл сборная в том числе. Вот, так играть не будет. Почему? Ну, длинных будет. Нет, почему? Потому что, первое, Оренбург хорошо прессингует дома. Хорошо прессингует, качественно прессингует. Плюс непривычное для приезжей команды там поле. Понимаешь, где есть ошибки? Ну, оно, кстати, еще, мне кажется, по размерам меньше, чем такое стандартное. Но там же есть какая-то вилка? Нет, по-моему, нет. По-моему, не меньше. Ты забивал там в Оренбурге на газовике? Именно на этом газоне? Да. Вообще забивал, на этом газоне нет. Ну, это новый газон. А вообще забивала? Итак, друзья, давай завершим с этим матчем. Что по счету? Да, я думаю, Оренбург выиграет. Оренбург выиграет 1-0-2-0. Я тоже ставлю на Оренбург, потому что Ростов, ну, так вот, не все матчи у него. Ну, плюс мы еще, смотри, сегодня играет Ростов, сегодня что у нас? Четверг. Четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Но Ростову надо вернуться из Краснодара в Ростов, наверное. И потом, вот интересно, как они будут перемещаться. Ты думаешь, сразу они поедут? Ну, в Краснодаре останутся, потренируются. Ну, скорее всего, так и будет. Либо приедут туда, где есть синтетика, и будут там тренироваться. Из Краснодара можно и улететь, насколько я знаю. Нет, Краснодар не летает. Не летает. Ростов-Краснодар тоже не летает. Ну, доедут до Минеральных вод, а тут куда-нибудь полетят. Сейчас вот мне звонили. С Минеральных вод или со Ставрополя до... Со Ставрополя... Торпед летел до Ставрополя, оттуда ехало 6 часов. Как ты думаешь, лучше на поезде поехать до Москвы или 6 на автобусе? Ну, лучше на поезде. Конечно. Да, ну вот, в общем, Ростов, конечно, тут катается. Будь здоров, как, в принципе, и Минеральных вод. И самое страшное, я же тебе говорю, не скамейки, понимаешь. Они сейчас сыграли одним составом, Глебов выпал, сейчас будут играть. Я не знаю, каким составом. Ну, я думаю, что все-таки основным составом. Хотят они что-то с Краснодаром зацепительнее хотят, или они хотят... Может быть, Карпин, ну, он же адекватный. Ну, кубок. Карпин еще ничего не выиграл, я уверен, что он будет стараться кубок выиграть. Я понял, но он же адекватный. Он достаточно адекватно оценивает сегодняшнюю ситуацию именно Ростова. Вот. И, блин, если у тебя за неделю люди сыграют по 90, представляешь, три игры. Да, полуская через три на четвертую игра, или через два на третью, но три игры по 90, ну, это все. Ты их собирать будешь потом очень долго. Ну, посмотрим. Сегодня по стартному составу Ростова тоже будет понятно, какие будут вообще, в принципе, мысли у Валерия Георгиевича насчет этого турнира. Мы обсудили все восемь матчей 22-го тура. В субботу мы выезжаем в Москву с Андреем, да, и встретимся с вами, друзья, на матче Торпеда-Факел. Мне кажется, это будет такая, вот знаешь, понятно, что вывески, есть там Локомотив-Зенит. Ну, собственно говоря, мы и так уделили время Торпеда. Да, Спартак-Динамо, но вот все-таки Факел-Торпеда, это будет главная игра в нижней части турнирной таблицы. И для сразу двух команд, очень сильно определяющий в дальнейшем, потому что все остальные игры, ну, сыграли и сыграли. Но если Факел устраивает победа-ничья, то, к сожалению, у Торпеда, чтобы хотя бы немножечко воздуха глотнуть. Ну, понятно, им надо выиграть. Посмотрим, как все это будет. Я напоминаю, что мы проводим конкурс прогнозов. Вы оставляете свои варианты на этот тур. Мы почитаем все ваши баллы. Три очка за правильно угаданный результат. Два очка за правильно угаданный исход. И мы подарим вам какой-то сувенир с матча Торпеда-Факел. Соберем автограф. Или может быть какого-нибудь другого матча. Ну, или какого-нибудь другого матча, если мы куда-то еще попадем в этот день на игре. В общем, это будет какая-то классная штука с автографами футболистов. Ну, может быть, без автографов, скажем так. Но будет какой-нибудь шарф. Андрей всегда меня отговаривает от чего-то. Блин, ну мы соберем автографы. Ты распишешься в конце концов. На каком-нибудь торпедском шарфе. На чем-нибудь. Ладно, соберем, конечно, без проблем. Да, но просто вот почему-то людям нравится, когда с автографами. Людям нравятся подарки. Нам очень сложно. Да, людям нравятся подарки. Подарок будет. Друзья, всем спасибо большое. Мы опять не уложились, блядь. Ни во что вообще. Ни во что, как всегда. Вот, Влад Бодлянский. Да, это наш подкаст. Увидимся на футболе. Всем счастливо. Пока. Пока. Сколько, три часа сегодня? Или семь с половиной? Да. Субтитры сделал DimaTorzok.